Выполняй простые задания на своем мобильном и получай за это голду. Ссылка в описании. В общем, если вы поставите на батчата 12Т, то будут подходить. Я их выбирал, чтобы они подходили под все три ветки. Под ветку батчата они подходят в том числе. Это лампочка, маскировка всем. Потом пара членов экипажа ставим ремонт, командиру радиоперехват, дальше плавный поворот башни и король бездорожья. Если у вас есть возможность сбросить перки, например, то возможно стоит сбросить, допустим, радиоперехват и поставить сюда бесконтактное БК, потому что боеукладка у этих танков крайне часто кайтуется. Но, с другой стороны, мы живем в век, когда ремки кэдэшатся, поэтому, возможно, какой-то дополнительный обзор будет полезнее. Или, допустим, поставить ремонт вторым перком, то есть маскировку сделать у двух членов экипажа, а ремонт сделать у трех членов экипажа и больше ничего не менять. Мне кажется, вот это будет самый идеальный вариант, потому что все-таки СТшки, которые часто вырываются куда-то, им более важен ремонт, нежели маскировка. Как я сказал, оборудование не изменилось, стабилизатор, оптика и вентиляция у нас, как и у восьмого левела, 380 метров обзора, поэтому получается не самый максимальный. Но, с другой стороны, если сюда поставить допаёк, например, уже будет гораздо приятнее. Сыграем три боя на нём, всё как обычно, буду рассказывать тактику применения данного танка, вообще нравится он мне или нет. Ну, давайте начнём с того, нравится он мне или нет. Да, он мне нравится, на самом деле мне ещё нравился Лоррейн, когда он был на девятом уровне. Недооценённая очень машина была, её ещё называли Лоррейн не 40 тонн, а Лоррейн 40 секунд. Потому что обычно самым первым умирал именно Лоррейн. Но это было лишь потому, что люди, играющие на Лоррейне, привыкли играть на вот этом вот, на девяностике, да, когда он ещё восьмого левела был. Привыкли кататься, что-то светить, врываться. А Лоррейн это немного другой танк. Лоррейн это чуть более быстрый 50-100. Вот, ну ладно, мы отклонились от Лоррейна, ввели батчата, что с батчатом? Вот батчат как раз-таки более приближён к девяностику, более приближён к десятому бату. Он чуть поменьше, чем Лоррейн, и сливается, скажем так, не так быстро, потому что не такой сарайный, не такой огромный. И на нём люди живут, как правило, чуть подольше. Так, для начала, ну, как обычно, как обычно, можно что-то просветить. Это, кстати, встречный бой на карте степи. Буду играть со стороны базы, ну, естественно, а что мне делать? Что мне делать со стороны тяжей? Две арты надо не забывать, поэтому пытаюсь как-то мансить. У них 54 встала в... ну, под камень. На самом деле, не самая лучшая позиция во встречном бою, потому что у нас там занимаются КМ4 и прочие. Тайп-62, смотрите, куда проехал. И с позиции Тайп-62 эта 54 убивается. Вот у них СУ-152 немного ошиблась. Можно её немного наказать. Ну, как немного. Сильно её наказали. Так, наказали сильно. У меня ещё остаётся три снаряда. Да, здесь орудие, собственно, как у 50-100, как раньше у Лоррейна было. То есть, с барабана вы наносите 1800 урона. Это очень много. Вы убиваете любой танк восьмого уровня. Ну, практически любой. КВК-101 там или какой-нибудь... Какой-нибудь ещё тяжёлый танк можно и не пробить. Можно и... Например... Альфа может не пройти вполне. Так, я сейчас буду светиться. Я это знаю. Поэтому додаю как раз свои два последних снаряда. И уезжаю. В принципе, первый барабан получился очень неплохой. Поставил по кемпил. Ну, на батчате иногда и такое надо делать. Как я говорил, всегда батчаты, да и вообще вот барабанные танки. Но в особенности батчата, неважно какого уровня, очень-очень-очень крайне опасны просто в конце боя, если они с хп. То есть, если у батчата 10 уровня в конце боя есть хпшки, это самый, наверное, опасный противник, который вообще только может быть. Потому что он может ворваться, он может принять от тебя и забрать спокойно. Поэтому в начале боя я на батчате играю чуть аккуратнее. Так, сейчас не очень получилось. Отлично. Теперь надо 71-го под камнем забрать. Дальше уже можно играть. Как видите, я в начале боя не потерял совсем хп. И нанес уже 1700. Сейчас еще по 90-ку что-то... Ой, по 90-ку, по Т71 что-то дам. Или не дам. Там удачные рельефы я... Я про рельефы не подумал. Сейчас надо попытаться дать по 44-е что-то, если она еще здесь. И сразу-ка дэшится. И пытаться, ну, приехать, разобрать Т95-ку. Или АТ-15. Как видно, в этом бою мне такая аккуратная игра не понадобилась особо. Я, кстати, до сих пор с тремя еду. Все еще, надеюсь, 44-ку здесь встретить. Ладно, уже надо кд-шиться. Здесь перезарядка довольно-таки долгая. Особенно если... Если играть без доп. пайка. Поэтому... Кстати, вот она и 44-ка. Фуловая. По ней бы очень неплохо было бы 3 выстрела дать. Но, к сожалению, я уже ушел на КД и перезарядка еще будет долго. АТ-15 и Т95, как мы видели, фуловая. Поэтому у меня все равно будет возможность подамажить в этом бою. АТ-15 хоть сюда смотрит. Неприятно. Я хочу, чтобы он развернулся. И у меня была возможность проехать. Не хочется тратить снаряд. Т-95 на меня разворачивается, реагирует. Не хочется тратить снаряд, но... Если я не потрачу, он мне раздаст. Буду тратить. Отлично. Раздал барабан. Можно было бы, конечно, тогда не уходить в КД. И 44-е бы еще дал. И, в принципе, ничего бы от этого не потерял. Но я не знал, где 44-е. Думал, вдруг она тоже куда-то сюда уехала. Давайте просто буду пытаться как-то рентгенить. Вдруг какая-нибудь арта, например, по моему засвету. Но нет. 3-300 урона. Опять же, я играл аккуратно. Потому что на батчате надо в начале боя играть аккуратно. Сейчас мне это не понадобилось. Но потом мне это понадобится. И если я сыграю неаккуратно, у меня не будет ХП на конец боя. И я не смогу... Не смогу нормально его доиграть. То есть, меня будет легко законтрить. Помимо того, что... Удалось так легко настрелять. Так еще и пофармил неплохо. Еще ЛБЗш какую-то выполнил. Но это не важно. Поехали сразу в следующий бой. Надеюсь, меня кинет с десятками. Чтобы... Ну вот. В принципе, хорошая карта. Ну... Плохая для меня. Плохая для этого танка. Но хорошая, чтобы вам показать разницу игры на этом танке. Тот был бой в топе. Там еще ошибались. Всякие танки катались. СУ-152 в начале на халяву. Там та же 54, которая в кусту стояла, подставилась. На десятых уровнях все гораздо сложнее. И настреливать здесь в начале сложнее. И разыгрывать в конце сложнее. И хпшек у вас не так много. Допустим, какой-нибудь ПТшки десятый. Вы будете вообще на два выстрела. На полтора даже. Какая-нибудь бабаха вас ваншотнет. И прочее. С десятками играть, конечно, на бачате девятом гораздо сложнее. И пробитие к тому же. Ну, 232 довольно неплохое. Но голдой, если вам надо будет там пробивать какого-нибудь Е100 и прочее. 263 это как у десятых левелов. Ну, обычные ББшки. То есть, по сути, у вас голда, но не голда. Это даже не 270, как у какого-нибудь Еписи и прочее. Я решаю здесь отыгрывать ЖД. Почему? Потому что на горе... На гору ехать бессмысленно. Ну, как бессмысленно? Есть смысл, конечно, но очень опасно. У противника есть ТВП и два батчата, которые вполне могут поехать на гору. Поэтому я боюсь на нее ехать. Пускай вот Супер Конь у нас туда едет, СТБХ у нас туда едет. Они взводные, они могут разыграть. Я боюсь туда... Я, получается, заеду туда первым. Разряжается. Ах, подставил немного спину. ТВП вроде КД, но пока я до нее доеду, она зарядится, естественно. Мне надо это понимать. Я это понимаю. Она мне на два выстрела, но, возможно, у меня не пройдет альфа. Мне бы очень хорошо было, чтобы Еписи засветился первый. Но нас засветил Хомяк в проезде. И принял одну. К сожалению. У меня еще два снаряда, а как раз по Хомяку буду пробовать раздавать. Двух сторон бы нам выйти. Три. И он сейчас будет отдал четыре Хомяк. Все, он КД. Я в него спокойно раздам два своих выстрела. Обновлю каток, чтобы Епис мог его еще пострелять, подержать. Здесь надо не забывать вафлю. Которая может и прострелить между вагончиками. Епис должен добивать спокойно этот танк. Да. Вафля едет меня встречать, но... Ее Епис должен раньше контрить. Еще Шкода может какая-то вернуться. Я, скорее всего, засвечусь под вагонами. Может меня вафля увидеть. Но она не видит. Т-10 сюда едет, фуловый. И это очень плохо. Я заехал не в свой двор. К тому же умер... Умер Епис. Я вообще сейчас принимаю решение очень... Такое... Неоднозначное. Убить вафлю. И просто проехать через их базу. Потому что у меня здесь уже две семерки. Можно даже... Ой-ой-ой. Не хотел от него получать, но врезался в союзную семерку. Теперь уже буду додавать. Причем он у меня может уже заряженным быть. И поэтому я вот так вот убегая пытаюсь что-то еще дать. У них скоро будут танки с горы спускаться. Здесь еще можно будет по Тартойзу пострелять, ворваться в него. Он пока... Я так понимаю, он развернулся. И воюет с семерами, хотя это не точно. Там Тайп-4 еще фуловый. Есть вариант ворваться в него. У меня засветил, наверное, батчат с горы. Есть вариант ворваться в Тайп-4, но мне надо будет дождаться... ...момента, когда он будет в перезарядке. Ну и тут уже врываться, собственно, не в кого. Особо. Тайп может поехать за мной. Тайп не поехал за мной. Тайп уезжает от Т-30. И, собственно, спасибо ему за это. Я сейчас смогу спокойно раздавать урон. Там, кстати, батчат убил нашего Т-30. Ой, не убил, а начинает стрелять. Все, бат боится. Я поеду уже за ним. Несмотря на то, что кинуло на городскую карту с десятками, все равно удалось не так уж плохо настрелять. 3000 урона. Все ББшками. Сыграл ЖД. Хорошо, что мне там ЕПИС помогал. Без ЕПИС, конечно, было бы ЖД играть гораздо сложнее. Этот ТВП бы мне очень много беды сделал бы. Батчат уехал на гору. Возможно, я не успею. Может, написать... Не берите. Плиз. Может быть, сработает. Батчат мне на два выстрела, я ему на два выстрела, в свою очередь. Да, он не стал спускаться с горы. У нас старт, то есть, не хочет съезжать с захвата. Мне он на три выстрела оказался. Ну ладно, хорошо, что я выстрелил первым. Ну, то есть, что он не успел среагировать и выстрелить сразу же после моего выстрела. То есть, я дал как бы два выстрела, а он только один. И благодаря этому мне удалось... Мне удалось его забрать. Он дал мне только один раз. 3 700 урона, 3 фрага с десятками. Довольно неплохой результат на городской карте. Появилась такая возможность пройти по ЖД. Мы этой возможностью воспользовались. И получилось очень даже неплохо. Первую степень дали, много опыта пофармил. И 28 000 в плюс ушел. Это убираем. Пока что вот так вот, поехали в третий бой. Посмотрим, что рандом предоставит нам на этот раз. Вообще, да, вот главное, что вы должны запомнить, играя на батчате. Без разницы на каком. На девятом левеле, на десятом левеле. На самом деле, не только даже на батчате. Можно еще на какой-то ТВП. Что это самые опасные танки в середине и конце боя. Когда освободились какие-то пространства. Когда есть возможность куда-то прорваться. Когда катаются танки, отделенные от своих союзников. То есть, вот когда играете 15 на 15, начало боя самое, да. Очень сложно найти танк, отделенный от всех. То есть, очень сложно найти такой один танк, отделившийся. Когда же играете... Ну, когда уже середина боя. Когда там 7 на 7, 8 на 8. Тогда уже, ну, танки разделяются по всей карте. По одному, по два. И возможностей нанести удар. То есть, ворваться и раздать барабан очень становится много. Ну, во всяком случае, больше, чем в начале боя. Неудачно получилось с девяностиком. У нас вообще очень такая бригада хорошая с Тэшек. Но нет, девяностик решил развернуться. То есть, если бы мы в два батчата и в два девяностика ворвались на гору. У нас бы было все неплохо. Но теперь я боюсь ворваться на гору. Потому что у них есть Т49. У них есть... 54-го, у них есть 90-тик. И я еще буду незаряженным. Нет, у нашего бата нету шансов, если он собирается ехать на гору. У нас... Ну, сейчас произошла совершенно отдача просто танка 10-го уровня. Блин, мне здесь... Я тоже наполучаю из-за того, что... Ой, хорошо успел уехать. Из-за того, что попытался... Ну, хотел попытаться разменять батчата. Чуть не наполучал. У меня есть возможность, наверное... Ну, хотя это очень плохая возможность. Потому что с горы меня могут расстреливать. Пока пытаюсь рентгенить эти танки. Может быть... Может быть, что-то арта закинет. У нас есть пара вариантов. Я, кстати, пока буду кдшиться. У нас отжимают союзники остров. Почему этот не получает? Ягдпанзер. Выйди, дай ему. У нас отжимают союзники остров. И... У них, по сути, из ПТ Ягдпанзер, который здесь... ИТ-95, наверное, только на А4 стоит и прикрывает. Я сейчас откадешусь. У меня есть два варианта. Поехать к Семёре. Но это сложный вариант из-за того, что... Офигеть. Тридцатка так свешивается. Так наглеют эти ребята. Либо поехать помочь как-то остров разыграть. Но, опять же, это будет тоже сложно. Там Е100. И он может развернуться и убить меня. Я уже почти заряжен. Можно пробовать как-то проехать к Тортоизу и играть там. А тут 90-ик будет. Тот танк, который рентгенит. Девятка немного ошибается. У них умерло, кстати, обе арты. Что не может не радовать. Очень тяжело мне проехать к Тортоизу. Из-за... Ну, там уже и некому проезжать. Из-за того, что гора у них занята. Из-за того, что гора у них занята. Мне становится тоже тяжело играть. Мера вроде отходит... Выходит по мне пострелять. Нет, она там за домиком. Очень тяжело здесь играть. Как-то даже не знаю. Каток. Второй каток. Я, конечно, его не добью. Мне не хватает орудий... Ну, не хватает снарядов. Но он стоит на катке. Возможно, арта что-то попытается сделать. У нас... Довольно-таки плохое положение. У нас... Умирает Е-75. Тут еще Як-Панзер, фуловая Семера. И они стоят на захвате. В общем, все очень... Все очень грустно. И остров у нас до сих пор не отжар. Счет 2-6. 95 заехал сюда. Решил заехать. Тут у нас должна... Кстати, одна арта еще умерла. Даже не знаю, как это выигрывать. Сюда сейчас поедет Як-Панзер. Возможно, он как-то ошибется. На центр не ворваться особо. На базу особо тоже не ворваться. А я думал, он будет на меня прыгать. Не удалось каток сбить. Хотел сбить каток с уроном. Ну, знаете, там, чтобы в полку пробить. Возможно, арта Артабат попытается как-то сбить Семеры. Но если собьет, мы еще можем как-то попытаться растаскивать. И то это будет крайне сложно. Здесь уже может быть Як-Панзер. Хотя 90-к, наверное, будет это чекать. Не знаю. У арты, видимо, нет возможности сбить захват. Это Семера съехала, по-моему. Не произошло какое-то сбитие. Сейчас будет врыв. Да, Як-Панзер уже подъезжает. У меня батчат будет убивать. И я, наверное, даже не успею. Нет, успел одну дать. Не ожидал, что здесь батчата увидеть. Ну, третий бой получился очень неприятным. Но это, скорее всего, специфика того, что карта такая, которую заняли, ну, где ключевая точка гора, и заняли противники гору. И мы уже особо ничего не могли делать. Вообще, встречки обычно отключают именно из-за карты рудники. Мне кажется, вообще, вот, если эту карту убрать из встречных боев, то гораздо больше людей будут играть встречки. Ну, это мне так кажется. Ну, все равно, даже в этом бою не очень удачном получилось настрелять 2000. Получилось еще 1000 насветить кое-как. Главная ошибка, то, что у нас отдался батчат, заезжая на гору, так же, как и 90-к. Уже было видно, что мы не победим на горе никак. Во-первых, нам в прокатку очень много дают. Во-вторых, их уже на горе было 4 танка. И победить нам было... Даже если бы я заехал, даже если бы еще один 90-к заехал, мы бы все равно не победили, потому что дали бы в прокатку, и получается, у них полное хп, а у нас было бы меньше хп, и они бы побеждали нас в любом случае. В целом, бат девятый. Я бы назвал его проходной машиной. Он неплохой, он хороший, на нем приятно играть. Это хорошая такая подготовка к 10-му бату. Оставлять его в ангаре я бы особо не стал. На нем можно играть, на нем интересно играть, но на 10-м бате интереснее. Это тот случай, когда 9-ка не более интересная, чем 10-ка. В следующем видео мы поговорим как раз таки о десятке. Поиграем на ней три боя. По 9-му бату вы слышали, танк неплохой, можно играть спокойно, и вот, собственно, такие результаты. 3000 получилось среднего, ну, это из-за последнего боя, скажем так, не очень удачный. Притом, два боя меня кидало с десятками, только первый бой я был в топе. Получились вот такие результаты. фулл бб, еще и пофармил 80 тысяч, в принципе, получилось неплохо. На этом у меня все по 9-му батчату, ставьте лайки, пишите в комментарии, что вы думаете об этом танке, может, там, это ваш самый любимый танк, и вы не согласны, скажете, что 10-ый бат хрень, оставляйте все 9-го. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, увидимся в следующем видео по 10-му батчату, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok